Девчонки и ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И как вы уже поняли, я изменила свою прическу и сделала каре, немного подкрасилась. И сегодня я хочу вам показать, как я делаю свою укладку с помощью стайлера Dyson и какими продуктами я укладываю и использую для ухода за волосами. Надеюсь, вам будет интересно и полезно, так что поехали! Естественно, перед тем, как делать укладку, нужно волосы хорошо помыть. Я сейчас пользуюсь линейкой VELA для окрашенных волос. Сначала промываю волосы хорошо шампунем, хорошо прохожусь в зоне корней и потом уже пеной промываю всю длину волос. После шампуня обязательно наношу кондиционер, это сейчас в обязательном порядке, особенно с окрашенными волосами. Если раньше я могла упустить этот шаг, опустить его, то сейчас нет. Сейчас мои волосы нуждаются в дополнительном питании и уходе, так что я использую два средства. После того, как я вымыла волосы, я хорошо их промакиваю полотенцем. У меня специальное полотенце для волос, очень удобно, особенно когда волосы длинные. Так что если вы думаете брать такое или нет, то обязательно возьмите, это невероятно удобно. И плюс, оно только для волос, его никто не использует в других целях. Обычно я в полотенце хожу еще какое-то время, но так как для видео я это делаю, то снимаю полотенце сразу. Первым делом я распределяю на волосы вот такой вот офигенный просто спрей для волос. Благодаря ему волосы очень хорошо расчесываются, они становятся очень послушными. Аккуратно расчесываю волосы. Я не придерживаюсь правила не расчесывать волосы, пока они мокрые, потому что в моем случае это просто невозможно. Я уже экспериментировала, и это правило точно не для моих волос. Я всегда расчесываю их, когда они мокрые, либо хорошо так влажные. Следующий мой обязательный шаг это масло защитное для волос. Я наношу масло небольшое количество только на кончики своих волос, особенно те, которые у меня высветлены. Это масло защищает от высоких температур, то есть сейчас оно будет защищать от фена. И когда я делаю укладки утюжком, тоже обязательно его использую. На всю остальную длину, на корни и длину волос я использую термоспрей. Теперь беру насадку обычного фена на свой стайлер, делаю среднюю температуру и максимальную скорость. Таким образом я подсушиваю корни перед тем, как делать укладку. С данной стрижкой я использую теперь всегда для укладки пену для волос. Без нее я не обхожусь, благодаря пене волосы держат форму, никуда не распадаются и очень хорошо укладываются. Я делю волосы на несколько частей и потихоньку буду двигаться к верхним прядкам. Теперь беру круглую насадку. И теперь начнем, но для начала нужно подкрепиться вкусным кофе. Расчесываю нижний ряд волос и приступаю. Здесь девчонке нужно терпение и практика. Нужно практиковаться, пробовать, выбирать позиции, позы, которые будут удобны вам для того, чтобы уложить все волосы и закрутить их вовнутрь. Также я обязательно под рукой имею зеркало, чтобы посмотреть, что я делаю с задними волосами. Но еще очень удобно. Кстати, я на фене выставила мощность среднюю, именно теплоту среднюю и максимальную скорость. Таким образом фен не очень сильно нагревается и я могу вот так рукой придерживать и вообще не горячо и не обжигает. И прохожусь хорошо вот эти вот мои маленькие коротенькие волосы, закручиваю их, стараюсь вовнутрь. Это очень удобно, что не нужно это все делать расческой плюс фен. То есть одна рука у меня свободная и я могу вот помогать стайлеру этой рукой. Если говорить в общем по поводу этого стайлера Dyson, то я очень довольна, он стоит своих денег. Я сразу скажу, что это не реклама, никто мне ни за что не платил. Мне муж подарил на 14 февраля этот набор и он обалденный. Когда у меня были длинные волосы, я просто за 5 минут укладывала свои длинные волосы. Но сейчас я немного дольше делаю это с короткими волосами, потому что мне непривычно. Я еще не настолько отработала, так сказать, свою систему, как укладывать волосы. Как видите, я теперь перешла уже на следующий этап и уже следующий ряд волос высушиваю, вытягиваю вверх и потом закручиваю концы вовнутрь. Получается отличный объем и результат финальный меня очень даже устраивает. И таким образом я теперь высушиваю все остальные волосы, беру прям прядка за прядкой, прохожусь и вытягиваю волосы вверх для того, чтобы был объем. И потом уже, когда последний раз прохожусь, заворачиваю концы волос вовнутрь. Первое время руки затекают, но потом руки привыкают и, в принципе, очень удобно укладывать. Ну и последняя прядка у лица, которой я обычно либо делаю пробор потом посередине, либо на бок, в общем, по настроению. Все очень просто на самом деле, но нужна практика, здесь я соглашусь, и терпение, много-много терпения. В принципе, можно сделать укладку и утюжком, но парикмахеры, стилисты не советуют увлекаться утюжком, потому что он все-таки вредит волосам лучше, если есть возможность, волосы укладывать феном и при таких средних, низких температурах. Делаю контрольную завивку такую, заворачиваю волосы, прохожусь, чтобы все было так, как мне нравится. Волосы, в принципе, вытянулись, и обязательно сейчас я свои волосы фиксирую лаком. Потому что сейчас эффект, который у меня был от нано-пластики, он у меня прошел, волосы стали пушиться, и когда очень влажно на улице волосы закручиваются, то я обязательно использую фен. Ну вот и все. Я надеюсь, вам понравился результат, потому что я очень довольна, мне нравится, как у меня получается вкладывать, но мне нужно еще набить руку и чаще делать укладки, и я думаю, в дальнейшем у меня будет это получаться все лучше и лучше и быстрее. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Увидимся с вами очень скоро в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok